Всем привет! Меня зовут Ваня Мандарин и сегодня у нас не тег, не джеллендж, не обзор, а сравнение обуви. Я придумал новую тему на моем канале. Буду сравнивать модели, которые одинаковые по значению, а еще скажи по смыслу, да. Которые сделаны для одинаковых условий, для одинаковой погоды, но разные по дизайну, по комфорту и так далее. Вот, сегодня у нас будет сравнение ванцев против Nike SB. Эти модели предназначены для плюсовой температуры, вот даже очень плюсовой, потому что плюс 5, я думаю, в них уже будет холодно, потому что они никакие не утепленные и так далее, обычные. В общем, погнали на XB VC ванцы. Ванцы для катания на скейтборде очень жесткие. Вот этот очень жесткий контур, вот черненький, и пятка в него упирается и натирается. Либо это из-за того, что они немного мне велики. Значит, надо покупать ванцы именно своего размера, ни больше, ни меньше, потому что они вам будут, если меньше, то давить, если больше, то натирать пятку. Nike вам идет сразу плюс, потому что у них вот здесь, у Nike, очень мягкий контур, и они вот так и даже могут гнуться. Вот ванцы же, они... Вот тут вообще непробиваемые, очень сложно на них не давить, и они не гнутся вообще. В категории комфорт побеждают Nike, это определенно так. По дизайну, что я могу сказать, так выглядят ванцы. Они очень низкие и удобно их там засунуть куда-нибудь под мебельный прилавок. Очень компактные, их можно сложить вот так вот и в пакеты сунуть, и они могут практически занимать место. У ванцев даже коробка очень маленькая, вот такая вот узкая. Nike чуть выше, вот Nike нельзя столожить, как ванцы. Ну, в принципе, можно тоже, но они потом будут превращены в какую-то хрень. Здесь все будет помято и так далее, у ванцев такого нет. Так что здесь плюс зарабатывают ванцы. В них, естественно, лучше не ходить и слякать. Они быстро очень пачкаются и сложно отмываются. Ванцы вообще, вот эта белая подошва становится потом у всех серая. У Nike подошва более белая, и такой материал у нее гладкий здесь, а у ванцев шершавый. И гладкий этот материал проще отмыть, легче ухаживать за Nike. В ценовом диапазоне эти обуви стоят одинаковых денег. Что там, ванцы сколько? Ну, стоит 3-4 тысячи. Ну, может, сейчас 4-5 уже, новые модели пошли, там, аутскул какие-то. Вот Nike СБ стоит тоже 4 тысячи. 3-4 тысячи, где-то так. Так что ценовой диапазон у них одинаковый. Обе пары на ногах смотрятся эффектно, красиво и очень симпатично. У наиков на язычке значок и их ферменная сопля, так называемая, логотип Nike. У ванцев нет значка на язычке ванц. Модели предназначены для одинаковых условий, выйти на прогулку, но не для бега. Бегать за них вообще неудобно. У них очень жесткая подошва кататься на BMX, очень удобно, потому что подошва у них реально очень жесткая и толстая. У ванцев очень упругая такая стелька, прям нажимаем, и меня мои пальцы прямо отталкивают. Nike уже стелька помягче будет, мне удобно очень не ходить, и они ничего не натирают и так далее. Хотя размер и одинаковый. Может быть моя нога не подходит к ванцам. Я сделаю в комментариях опрос, напишу Nike СБ либо Ванц, и вы ставьте лайк, какая модель вам больше понравилась. Либо ванцу, либо Nike СБ. Я бы свой голос отдал Nike, потому что мне просто комфортнее в них ходить. В ванцах же ходить как-то не особо удобно, потому что они очень жесткие и прям давят на ногу. Как будто твоя нога находится в гипсе реально. У меня были раньше турецкие ванцы, и в турецких ванцах было ходить удобнее, чем вот в этих оригинальных. Если вам понравился такой формат видео, то ставьте лайк к этому видео, подписывайтесь на мой канал. Пишите в комментариях, какую обувь сравнить. Не работаю на складе, у меня нет определенной обуви, но у меня есть много обуви, которые я могу сравнить. Например, Rush Run против The X-Flux, Adidas The X700 против New Balance. Так что всем спасибо огромное за просмотр. С вами был Ваня Мондарин. Подписывайтесь на мой Перископ. Мы там танцуем, веселимся и все дела. На Инстаграм подписывайтесь. Все ссылки есть в описании, так что чекайте, смотрите, добавляйтесь вконтакте. В общем, всем удачи, всем пока и до следующего видео. Субтитры сделал DimaTorzok